Народная славянская радио Здравия, уважаемые слушатели Народного славянского радио! Я Елена Андреева и программа «Пространство женщины» приветствую вас! Сегодня мой собеседник Вадимир Радич Специалист по славянской традиции, учитель физики и математики Отец шестерых детей, мастер славянских рум Здравия, Будемир! Здравия, Алена! Здравия всем, дорогие славяне! Ныне мы поговорим о судьбе славян России и возвращении нас к самодостаточным формам жизни Будемир, тема славян России и возвращения на самодостаточные формы жизни Почему для тебя важна? Расскажи об этом, пожалуйста Она очень важна для меня и для моего рода, для родов всех славян Потому что судьба славян славна, героична и трагична То есть на сегодня мы имеем то, что имеем То есть наше существование напоминает ту славную вольную жизнь Но только очень, которой мы когда-то жили И о которой сохранились песни, былины, сказания А теперь мы в большой зависимости от поставщиков и часто иностранных продуктов питания Вещей, аппаратуры и так далее Даже образование лекарственных препаратов Даже образование у нас ныне по западным стандартам Которое, как мы все знаем, уже практически все знают Что эти тесты, это ЕГЭ, это убийство сознания Так учить нельзя, так постигать науки нельзя Но об этом чуть позже Так вот, сегодняшний разор в народном хозяйстве Это следствие долговременной, упорной работы наших захлятых друзей И началось это давно Еще когда эллины называли нас скифами А мы себя называли по-разному Сколотые, массагеты Сарматы И, кстати, тогда Ни один самый воинственный правитель не мог Без разрешения С оружием в руках Зайти к нам в гости на нашу землю Попытки были Известные в этой истории Персидский царь Кир Основатель персидской державы Поплотился головой Царь Дарий еле уносит ноги из наших степей Александр Македонский долго оправлялся после попытки Значит, принудить массагетов к вассалитету А римляне уже и не пробовали То есть их завоевания все были европейские К славянам они продвинулись максимум до Карпатских гор История Даков Ну так вот, мы можем долго перечислять наши битвы Известные и всем И малоизвестные Последняя великая битва Великая Отечественная война Когда, казалось, уже не осталось героев в стране А все равно Поднялись люди Вопреки всему И победили И это победы славян Они у нас в крови Мы народ победителей Мы народ творцов И многие изобретения, достижения Были сделаны русскими, славянскими, учеными Даже если они по крови были и немножко другие Как, например, великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин С кровью, с арабской кровью И так далее Великий мореплаватель Крузенштерн Полководец Багратион Много у нас было А потомок французов Лермонтов И много у нас было Гениальных людей, творцов К сожалению, на сегодня это все как бы забыто Вот взять, например, лампочку простую Которую все пользуются Ведь это же яблочков изобрел Владыгин А Эдисон просто Сделал из этого товар Молодец Ну, изобрели у нас Попов радио А Маркони опять распространил Паровоз братьев Черепановых Сделал уайт Как товар С товаром нам не очень везет Хотя Чуть позже я расскажу Откуда появился сетевой маркетинг А сегодня Я хотел бы еще раз Пройтись по нашей истории Малоизвестной И это история западных славян Откуда, кстати И чуть позже мы Разберем Появился и Князь Рюрик Основатель последней Династии И Основатель фактически Святой Руси Великой Руси Так вот Палапские славяне Известны В западных хрониках Не позже Седьмого века Когда Саксонские Христианские миссионеры Пытались на берега Балтики Принудить народ К христианству Не получилось Но Все-таки Через некоторое время Славяне Стали между собой Драться Это Бодричи и лютичи Причем Смертным боем И при этом Привлекали На свою сторону В помощь Христианских соседей То есть Франков Бодричи И лютичи Вступали в союз Саксами Ну В результате Через Пять столетий Славян Палабе Практически Не стало То есть Как народ Сначала Как государство Абодритское Княжество Потеряло Своё значение После смерти Последнего Славянского Князя Николата В 1160 Году После Разрушения Арконы Храм Храма 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 Святовита В Арконе На острове Руян И вовсе Закатилась И духовная Жизнь славян В этом регионе И Германская Империя Как они Себя Называли Великой Священной Римской Империи Стала Властвовать В этом На бывших Славянских Землях От Лабы До Одера А Князья Старгородские Стали Герцогами Микренбургскими Кстати Хроники Их И показывают Откуда Пришел К нам Рюрик Сын Князья Годослава Короля Гатлайба Как Скандинаву Его называли Ну так Мы сейчас Не будем Сильно Погружаться В историю Стоит только Напомнить О том Что Западные Идеи И Восточный Деспотизм Проникал На Русь Долго Первое Выпоминание Есть у Геродота Когда В конце Шестого Века До нашей Эры Собеседник Великого Пифагора Скифский Царевич Анахарсис Поразил Все Афины Своим Глубоким И широким Образованием Но По приезду Домой Был Казнен За то Что Привез Тайна И поклонялся Бахосу То есть Что было Неприемлемо Для славян Кстати Об этом же Говорит И персидские Хроники Когда Царь Кир Хитростью Пленил Масагетского Царевича А пленил То Именно тем Что в бурдике Вместо Виноградного Сока Было Налито Вино Воины Молодые Опились И взяли Тепленькими Когда Царевич Проснулся Узнал Что он Пленом Выхватил Кинжал И зарезал Себе Вот так Но после этого Царица Тамерис Как известно Поклялась Напоить Основателя Персидской Державы Его Его Ж Кровью Так И Получилось Она Разбила Кира И прислала Значит Его Родственникам Мешок С его Головой Который Плавал В крови Вот такая История Так Что Алкогольная Зависимость Русов И славян Это миф Даже В 19 Веке Мы пили В десятки Раз меньше Европейцев О чем Свидетельствуют Алкогольные Бунты На территории России Когда крестьяне Протестовали Против засилия Кабаков Которые Спавили Молодых Крестьян Кому Работать А водку Придумал Медельеев Между прочим А первый Шнапс Торпед Отпрел А вино Владимир Красное Солнышко Не было у нас Таких напиток Так что Работка велась Давно Сейчас мы имеем То что имеем Удивительно что мы до сих пор Еще живем Еще помним что мы славяне Еще что то Умеем делать И немало Вот например Славная дочь России И избранного народа Софья Софья Маршак Моя однокурсница Приехав В Штаты Соединенные В течение Пяти лет Сделала Грандиозную работу По диабету Которая Которая Являет Национальной Болезнью Жители Соединенных Штатов Получил Пять миллионов Долларов Премию И многие Так Первые пять лет Творили Немало Ну это из моих Однокурсников Медико-биологического Факультета Второго медицинского Института А сколько таких у нас Левшей еще осталось Первый электромобиль Был сделан В России Ну и так далее А кстати Блокировка Дифференциала Используемый ныне Во всем мире Всеми Сделано На ВАЗе В НИВе Ну и так далее Перечислять Много Можно Самолет Можайского Танк Который у нас Воровали Первый Тоже был изобретен В России Так далее Сейчас о другом О том А что же делать Ну настало время Все таки Пробуждаться И это чувствуется Возвращение Все таки происходит К славному Богатому Бытию Да Наша цель Возвратиться К славному Богатому Бытию Славян На своей земле В России И это Видится Как всегда Многим Путями Проблема в том Что Ныне Мы в основном Живем В городе То есть Старинный уклад Итак Есть как минимум Три способа Вернуть себе Самодостаточность В области Обеспечения Жизни Жизни Жизнь у нас Прежде всего Складывается Из потребления Продуктов Питания Поддержания Здоровья Ну и Научения Детей Для кого Мы живем На этой земле Ну для себя Любимых И для своих Потомков Для своего Будущего Вот По добыче Продуктов Питания Добытчиков То осталось Маловато На русской земле Проедешь По России Хозяйство В Розоре Даже на юге На Дону И даже В Краснодаре Но там Слава Богу Еще что-то есть Оттуда Получаем Что-то Но От былых Мощностей Когда мы Веками Кормили Европу Со времен Скифов Хлебом Уже Мало что Осталось Хотя Говорят И сейчас Продают зерно На запад Но Все-таки Я знаю Лично Пару Председателей Колхозов Которые Еще живы Но влачат Жалкое существование А уж О фермерах Я не говорю Сам имел Такой опыт И знаю Что это за Тяжелая доля У нас Но Тем не менее На сегодня Уже Есть Активные Славяне Которые Создают Коллективы По Привлечению Качественных Продуктов Питания От фермеров И от Коллективных Хозяйств И Создают Сети Это вот Один из Выходов Когда мы Без Он привезен Как он Сделан Но Цены Там Соответствующие И Доступны Не каждому Получается Да Или Формировать Какие Хозяйства Лучше Производят Той Или И И Продукт Это Сильно Повысит Качество Нас Жизни И Качество Жизнедеятельности Потому Что Мы То Что мы Едим Как Говорили Древние Греки От Того Что мы Едим Зависит Как мы Думаем Как мы Двигаемся Как мы Живем И Поддержание Здоровья Необходимо Не только Продуктами Но и Иногда Лекарственными Препаратами Здесь У нас Тоже Как известно Не все Хорошо В современном Медицинском Комплексе Услуги И Фармообеспечения Поэтому Добыча Лекарственных Трав И Даже Изготовление Лекарственных Препаратов Внутри Клуба Это Тоже Вполне Реально Для Сообщества Людей Которые Доверяют Друг 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 И Все Таки Миллионы Людей В Городе Это Слишком Много Нас Называли Особенно Скандинавия Гордарикой Страной Городов Но Города Были До Десяти Тысяч Населения И Есть В этом Определенный Смысл Нам Реально Тесно Мы Болеем Не только От Плохого Питания Но и От Скученности От Того Что Мы Не Ходим По Земле Не Касаемся Не Заземляемся От Того Что Мы Особенно Мы Мало Дышим Фитонцидами Растений От Того Что Воздух У нас Загрязнен Но Это Пожалуй Одна Из Самых Маленьких Проблем Основная Проблема Что И Глазам И Уху Нет Отдыха Нет Отдыха Без Шума Нет Отдыха В Зелени Растения Или Морских Просторах А Это Необходимо Сегодня Существует Много Методики Нам Советуют Смотреть Даль На Закатное Солнце На Морскую Воду В конце Коцов В лесу Просто Отдыхать Ну Многие Зажаты В колесе Сансары Которым Они Крутятся Так что Выйти В лес Это Целый Подвиг И Событие А Посмотреть На Закатное Солнце Шнегонер Отцветное Это Тоже Проблема Не у Всех Окна Выходит На Закат То есть Ты Предлагаешь Переселяться На Землю Насколько Мне Известно Это Уже Имеет Отклик У Горожан Очень Многие Люди Берут Участки Допустим Где Уже И Губернаторы Выделяют По Гектару Бери Переселяйся На Землю Но Разве Это Реально Для Всех Вот Ты Где Живешь Сам Живу В деревне Бутово В городе Москва На 21 Утаже И 25 Лет Уже Мечтаю Переселиться В домик Деревни И Эта мечта Почти Была Осуществлена 8 Лет Назад Но К сожалению Условия Нынешнего Народного Хозяйства Для Предпринимателей Крайне Негативные По Отношению К нам И Очень Тяжело Держаться На Плаву Я Уж Не Говорю О Налогах Просто По Организации Производства И Реализации Но Сейчас Не об этом Хотя Это Очень Важно Да Это Очень Важно Получается Что Это Важно Это Многие Чувствуют Но Реально Осуществить Это Получается В данный Момент Не у Всех Конечно Конечно Ну Во-первых У всех Разные Способности Да Я Скорее Учитель Врач Чем Торговец Хотя И Это Тоже Пробовал Особенно В девяностых Вот Расскажи нам Об этом Вот Очень Интересно Узнать Как Так Будучи Предпринимателем Человеком Стремящимся К земле И Все Таки Увидел Своё Признание В Педагогике И Насколько Мне известно Раскрылся Очень Там В этой Деятельности Расскажи Об этом Пожалуйста Пожалуй В этом Надо Благодарить Предков Потому Что Я Не в Школе И В институте Не думал О педагогике Хотя Когда Уходил В академ Подумал О том Чтобы Восстановиться В педагогическом Институте Именно Крупской Ну Да Не Не получилось И Не пошло Но Сначала Девяностых Надо было Кормить Семью И я Организовал С другом Учебный Центр Мозаика И Соответственно И сам Преподавал Математику Физику Вот Вот Так Началась Моя Педагогическая Деятельность Потом Мне Пришлось Заехать В школу В 95 Чтобы Дочь Испанскую Школу Туда Оформили Учиться Я Стал Учителем УБЖ Ну и так далее А дальше Периодически Я Возвращался В школу И Параллельно И наукой Занимался И тоже После Окончания Института И В торговле Пробовал себя Естественно Когда было Все вокруг Более нечем Заниматься И Косметикой И Продуктами Питания Для Спортсменов Многое Было Но В конце Которых В 98 Году Я Понял Что Надо Выбирать Между Этим И Этим Я Стал Преподавать Заниматься С детьми В том Числе Физкультурой Рукопашным Боем Фехтованием Ну Это Уже Опять же Благодаря Предкам Потому Что Одна Из Линий Предков У меня Казачий То Есть Мой Дед Был Начальником Покранзаставы А Прадед Учитель Словесности И Опять же Строевым Казаком Вот Батя Тоже Шесть лет В Войсках Служил То Есть Три Года Срочный И Сверхсрочный Разведки Потом Духовом Оркестре В общем Так Интересно Судьба Рода Вот Так Получилось Что Именно Образование Это то поле Деятельности Которым Я Реализовался Более всего То есть Друзья Конечно Мне Просят Иногда Их Полечить Диагностировать Ну Как Врача Биофизика Ну Основное Моя Деятельность Сегодня Педагогика Это Получается Что Каждый Человек Все-таки Должен Почувствовать Своё дело Своё предназначение И идти По нему Уже Насколько Я знаю Ты Детей Своих Сам Обучаешь Воспитываешь Именно Этот Воинский Дух Передаешь Это так? Конечно Обучать Детей Своих Сложно Все-таки Как они Говорят Папа не учитель Но Это касается Тех знаний Предметных Которые Дети Обязаны Учить По школе Все остальные Знания В том числе По Преодолению Жизненных Ситуаций По решению Вопросов Принятию Решений Это Основное Что я Делаю Для своих Детей Хотя Конечно Помогать По математике Физике Биологии Химии Все что Знаю Пожалуйста Истории Которую Я люблю Даже Литературе Которую Тоже Люблю Пожалуйста Не вопрос Но Основное Это Все-таки Умение Увидеть Себя Умение Раскрыть Свои Способности Максимально Потому Что Мне В этом Как-то Наверное Повезло Были Хорошие Учителя Попадались И они Помогали Мне Это Дело Видя Это И Понимая Как Это Можно Поспособствовать Для Человека Я И для Своих Детей Стараюсь Создать Все Условия Для Максимальных Раскрытий В том числе Они у меня Были В школе На заочном Образовании И в Альдорфской Школе Сейчас Попробовали Форму очно-заочная Ну сейчас Они вернулись В школе Потому что Так легче С потоком Идти Но тем не менее Опыт у них Такой есть А мой Педагогический Опыт Говорит о том Что Человек Должен Отдыхать От той Рутинной Нагрузки Которую Ему Предлагает Современное Общество Я Сам Например Не могу В офисе Работать Больше Года Двух То есть Это не мое То есть От звонка До звонка Я Предпочитаю Свободный Полет Расскажи Пожалуйста О своих Методах Обучения Методы Обучения Основаны На том Что Мы К сожалению Используем Очень Мало Своей Способности Ну В массе Конечно Есть И среди Нас Уже Реализованные Гении Талантливые Люди Но Расширение Памяти И расширение Сознания Не мешает Никому И тут Мне повезло Встретить В начале 90-х Игоря Матюгина И его Центр Эйдос Где Я Занимался Расширением Своей Памяти По Активации Всех Пяти Видов Памяти Кроме Зрительной И слуховой Которую Все Используют Еще Тактильная На Кончиках Пальцев Обонятельная Носом И Осязательной Языком Ну Значит Последние Два Вида Памяти Редко Вообще Можно Использовать Хотя Обонятельная Я На уроках АБЖ Применял Мы Нюхали Тогда Я Торговал Мылами Разные Запахи Мылов Или Мыла Мыла И Потом Приблизительно Потом Приблизительно Подбирал Запахи Всяких Отравляющих Веществ По Теме ОБЖ Чтобы Они Разницу Почуяли И Вот Многим Понравилось Узнавать Запахи Для Них Это Была Новая Игра А В Результате Пятерки По Предмету Потому Что С Этой Игрой Я Естественно Давал Серьезные Вопросы По Обеспечению Жизнедеятельности Безопасности Не опасно Работать Ядовит Это Запахами Я же Сказал Приблизительно Около Того Например Резкий Запах Аммиака Ну Чтобы Конечно Никаких Отравляющих Веществ Я Не Приносил Скорее Боже Упаси Вот И Кстати Интересный Опыт По Применению Расширения Тактильной Памяти Когда Я Приносил Аптечку Давал Потрогать Лекарства Различные А потом Мне Завязывали Глаза И Пробовали Определить Какое Лекарство Им Нужно Какое У них В руках Лекарство Ну Чтобы В темноте Можно Было Вытащить Нужный Препарат Для Быстрого Применения Это Вот По Расширению Памяти Есть Голографическая Память Станислава Мюллера Которая Применяет Метод ОКОН Ну Как Виндос То есть Когда мы Перед Внутренним Взором Строим Экран И Размещаем Ну Скажем В таблице 3 на 3 Размещаем Главные Понятия По теме А потом Каждое Понятие Можно Раскрыть Еще на 9 Подпунктов Ну И так Далее То есть Второй Третий Четвертый Уровень Ну И Посчитайте 9 умножим На 9 99 99 На 9 Уже 900 Представляете То есть Третий Четвертый Уровень Это Уже От Тысячи До 9 Тысяч Например Иностранных Слов А это Уже Хорошее Владение Языком Ну По крайней Мере Знание Понимание Пожалуйста Это Всего Лишь Четвертый Уровень Ну И так Далее Любое Знание Любой Школьный Предмет Можно Таким Образ Изучать Главное Развивать Образ Образ И способность Мысленно Раскрывать Окна Уже Есть Ученики Которые Достигли Чего-то Каких-то Высот Определенно Применяя Твои Методики В основном Есть Результаты Потому Что Для того Чтобы Заниматься Именно Этим Нужно Именно Этим Заниматься А не По ходу Изучения Предмета Как Я рекомендую Делать Вот Это То есть Тогда Становится Непонятно Тут Третий Метод Который Применяю Это Погружение Тогда Когда я погрузился В 91 Году В этот Способ Запоминания И кстати Тогда была Самая лучшая Сессия Всего на 5 То есть Вообще Не напрягался Вот Погружение Нужно Как Например С языком Для того Чтобы Начать Говорить Нужно Погрузиться В языковую Среду То есть Естественную Когда Все вокруг Говорят Либо Искусственную Когда Ты Берешь Какие-то Записи Какие-то Фильмы И просто Живешь В этом Погружаешься Иначе Никак И кстати Современная Уж извините Дебильная Система По 45 минут И Сейчас Русские А потом Математика А потом Вообще Биология Это Ни в какие Ворота Потому что Человек Все время Переключается В результате У него В голове Мало Чего Остается Конечно Их Привучает Современную Образу Жизни Офисного Планктона И то Планктон Не занимается Всеми темами Сразу Занимается У него есть Одна задача И он Совершенствуется В этой Задачи Мастером Почему Этого нет В школе Для того Чтобы Стар Мастером Погрузиться Это Естественно А как Мы будем Изучать Предмет Поэтому Кстати В Альдорфской Школе Очень хорошая Есть идея На эту Тему То есть Там Эпохи Физики И математики К примеру То есть Они неделями Изучают Скажем Три предмета А дальше Эпоха Английского Русского Литературы Все связано В том Скажем История География Биология Тоже Все связано Биология Тоже Ареалы Обитания География Понятна История Без географии Тоже Никак Все связано Так вот И Кстати Запоминание Тоже связано С Ассоциативным Способом Закрепления Информации То есть Когда у нас Информация Лежит В разных Областях И мы У нас Много Пути Подхода То Это означает Что в разное Время Жизни Мы имеем Большую Вероятность Вынуть Эту Информацию Потому что В это Время У нас Этот Подход Активен А другой Неактивен Если он Один То мы Не сможем Достать Раз И забыл Склероз А тут Если у тебя Десять Входов Ты по одному Из десяти В любое Время Достанешь Эту Информацию Ну как-то Так Хорошо Будемир А вот Ты говорил Что Помогаешь Людям Воздоровительном Плане Консультации Проводишь На основе Своих Знаний Расскажи Об этом В чем Это Выражается Это Выражается В том Что На основе Опыта Или Традиции Был Традиционный Медицинские Знания Был Создан Метод Фоля Ну Германского Врача По которому Можно Определить Состояние Органов И систем У человека По их Меридианам То есть Он взял Китайские Знания И Взял Электроды И получилась Электро Пунктура То есть Ну можно И знания Получать И воздействовать Естественно Электрическим Током Ити Собственно С этого Он и начал Вот А его Ученик Шимель Генрих Шимель Он уже Пошел дальше Он говорит Не нужно Много Точек Они устают Нужна Одна Точка И образ В цепи И это Дало Расширило Метод До бесконечности Сегодня Вегетативной Резонансии Тест Может Содержаться Там Десятки Тысяч Образов Болезней Состояний Паразитов И все Это легко Опознается Вот Простым Амперметром И электроном Ну Амперметр Конечно Не простой Он усиленный Чтобы Ловить Микротоки Но Тем Не Менее То Есть Это Простое Определение Кожного Электричества Да Силы Тока Которая Порождена Чем Электромагнитными Излучениями Нашего Организма И Это Не Фантастика Любое Как мы Знаем Из курса Восьмого Класса Электромагнитные Явления Возникают В результате Движения Ионов Заряженных Частиц Ну Представьте Сейчас мы Знаем Что В Крови Есть Минералы Есть Ионы Кислотно-щелочной Баланс Ими Делается И вот И они За минуту Оборачиваются По всему Руслу И вот Проходя Все время Они же Естественно Рождают А не Заряженные Частицы Электромагнитные Излучения Ну Это Пример Конечно Все немножко Посложнее Но Суть в том Что У нас На поверхности Представлены Образы Всех Органов И систем И поэтому По Амперметру Можем узнать Да Нет Ну И Насколько Да Или Насколько Нет Вот Это Метод Вегетативно-резонансного Тестирования Хотя Есть И Терапия Но Она Основана На Гомеопатических Представлениях О Воздействии На Состояние Ну И на Источник Болезни Ну Вкратце Так Ты Еще Называешь Себя Мастером Славянских Рун Это так? В чем Это Выражается В твоей Жизни Ведь Насколько Я знаю Что Владение Рунами Это Можно Выразиться Так Даже Оружие Это Дано И Нужно Не Каждому В чем Как это Может Помогать Человеку В жизни И Может ли Это Навредить Как Было Кем-то Умным Сказано В СССР Знание Силы И Любое Открытие Может быть Как Оружием Так И Лекарством Ну Так же Как Любой Яд Маленькой Дозе Это Лекарство А Любое Лекарство Большой Дозе Это Яд И Даже Еда В Больших Количествах Это Яд Так Вот И Кстати Фоль Тоже Экспериментировал На Советских Военнопленных Вот Такая Врусная История Но Про Руны Руны Это Магический Инструмент Который В культуре Известен Как Первые Буквы Но Это Не Просто Буквы И Это Доказывается Археологическими Находками Изысканиями Ученых Другое Дело Что Это Знание Не для Всех Естественно Потому Что Когда Мы Говорим Магия Мы Говорим Волшебство Что Волшебство Это Как раз Очень Четкие Образные Мышления Для Того Чтобы Что-то Сделать В Этой Области Нужно Хорошо Создавать Образы И Удерживать Их Ну А Потом Иметь Способности И Воспринимать Образы Без Этого Тоже Сложно Так Вот Руническая Магия Основана На том Что Руны Отвечают За Определенные Области Мироздания Ну Говоря Языком Биофизики Они Излучают Определенные На определенных Частотах Или Скорее Определенные Совокупности Частот Пакеты Частот И Каждая Область Мироздания Ну Для примера Вспомним Стихии Да Земля Вода Огонь Воздух У каждого Своя Частотность С Рунами То же Самое Ну По крайней мере Это так Для меня Вот Если Это руна Велеса То Это руна Здоровья И богатства И Время Ее Зима Если Это руна Перуна То Это руна Порядка Право Порядка Руна Воинов Время Ее Лето День Перуна Но Это Не значит Что руны Не действуют Другое Время Естественно Но Просто Во время Своего Своей Стихии Они Наиболее Активны То есть Модуляция Этой Частотности Наивысшая Но Это Вкратце А В общем Рун То Немало Только Славянских Известно 18 Ну Признается Ну Я уже Применяю 20 А Футарки 24 Но Если мы Взглянем На археологические Раскопки Более Внимательно То Увидим Что Еще В начале Эры Вернее Даже До Начала Эры Еще В первые Пять веков До Нашей Эры Существовал Строй Который Содержал Строй Рун Который Содержал И Славянские И Скандинавские Рун И На сегодня Мы Видим Что Действительно Славянские Руны На Треть Пересекаются С Футарков И Если Это Исследовать Дальше Я Больше Уверен Что Существовал Более Могучий Строй Рун Чем Мы Имеем Сейчас Ну Как Например Известный Что Сейчас Что Была Буквица Из 49 Букв Из Коих Мы Сейчас Имеем Только 33 А Ведь Еще 100 Лет Назад Их Было 36 А Еще Раньше Еще Больше Да То Мы Теряем 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 А Сейчас Надо Восстанавливать Так Вот Про Руны Руны Это Способ Ясновидения И Управления Пространством Поскольку Благодаря Рунам Мы Можем Увидеть Какие Стихи Какие Частоты Самые Главные Для Человека И Тогда Знание Этого Поможет Человеку Избежать Многих Ошибок Принятие Главных Решений Кроме Того Когда Человек Твердо Идет По своей Дороге Судьбы То Все Несчастья И болезни Обходят Его стороной Потому что Он Он В потоке Его Охраняют Звезды Это Очень Здорово Конечно Но Стоит ли Вмешиваться В карму Судьбу Человека И И Имеет Ли Человек Который Вот Как ты Помогаешь При помощи Рун Какую-то Ответственность Вмешиваться Стоит Если Человек Твой Близкий Если Это Неизвестный Человек Не стоит Вмешиваться Но Я И Не вмешиваюсь Я Просто Открываю Ему Его Судьбу Его Предназначение Ну Не очень Широко Для этого Нужно Работать А так Потихоньку То есть Он Пришел С вопросом Я ему Ответил На вопрос И Чуть Чуть Пошире То есть Его Главное Направление Лежит Там-то 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 Его ждут Такие Такие События А сам он Думает То-то Ну Например Известно Что Мир Состоит Минимум Из Прави Яви И Нави То есть Мира Проявленного Земного Где можно Все пощупать Мира Прави Это мир Богов Или Звездный Логос Как хотите Назовите А мир Нави Это мир Предков Мир Значит Ну Так Скажем Темный Мир Непроявленный Который Нас Ну Как И прави Закрыть Но Не от Всех Потому Что Опять Мы все Разные У каждого Свои Способности У каждого Свой Набор Генов И Это Можно Все Расширить Опять же Чем Больше Ты Знаешь Тем Больше Ты Не Знаешь И Больше Твоя Ответственность За Те Знания Которые Ты Передаешь Это Естественно И тут Да Чем дальше Мы идем В области Магии Тем больше Опасности И Самому Повернуть Не туда И Человека Толкнуть Не туда Ну Таким Образом Нужно Отметить Что Очень Важна Техника Безопасности И Непосвященному Для Непосвященного Это Будет Все равно Что Выражение Да Граната В руках Обезьяны То есть К этому Лучше Не приближаться Да Совершенно Верно Важно Иметь Не только Оружие Но иметь Его Применять Если У тебя Болочек Сумки Вот А ты Ни разу Не доставал Не доставал Его То Скорее Сего Критической Ситуации Ничего Не получится Потому что Рефлексов Нет А Тот Кто Нападает Вообще То Иногда Ждет Отпора В любом Виде Так Как и с рунами Что И совсем Другими Магическими Артефактами Естественно Нужно Соблюдать Меры Безопасности И первая Из них Это чистота То есть Когда Ты Работаешь С рунами Ты Обязан Быть Чистым То есть Это Прежде всего Мысли Слова Ну И Чистоту Организма Тоже Никто Не Отменял То есть Человек Который Уходит Пытается Постичь Больше Взлететь Над Биром Он должен быть Чуть Более Организованным Более Совершенным Чем остальные Это Дается С помощью Очистительных Практик Когда Мы Очищаем Тело Например Голоданием Или Воздержанием Когда Мы Очищаем Сознание И Речь В том Числе То есть Речь Это Поток Который Ты Выдаешь И Чем Чище Твой Поток Тем Он Чем Он Более Направленный Тем Сильнее Воздействует Твое На Мироздание Ну И Зеркальное Тем Ты Сильнее Продвигаешься На своем Пути Хорошо Благодарю В Завершении Нашей Программы Есть Еще Что Добавить От Человека Который Сам Самостоятельно Взял Свою Жизнь В собственные Руки Начал Сотворение Вот именно Судьбы Славян России Самого Себя Есть Что Добавить Для наших Слушателей Прекрасные Слова Действительно Я Желаю Каждому Начать Думать И очищать Свои мысли От посторонних Воздействий И даже Не посторонних Но Недостойных Его Духа Совести Его Устремлений Как он сам Об этом Знает И Соединяться С другими Славянами Которые Тоже Идут По этому Пути Потому Что Вместе Мы Сила И И И Вот Я Уже Обозначил Как вижу Как очевидно Можно Это сделать Но Путей Может быть Множество Главное Чтобы мы В конце Концов Достигли Самодостаточных Форм Жизни У каждого Коллектива Может быть Свой И Тут Кроме Существующих Движений В области Качественных Продуктов Фермерских Существует Еще И Культурные Движения За 25 Лет У нас Сформировалось Мощное Славянское Движение Возрождение Народной Культуры Это Тоже Большое Подспорье Для всех Кто Хочет Вернуться В золотой Век Самодостаточности И Славного Богатого Житья Потому что Наши песни Наши пляски Это тоже Часть Нас Часть Насого Целостности То есть Значит Здоровье Поэтому Попросту Участвуйте В этих Праздниках Мероприятиях Клубах Пойте Пляшите Вспоминайте Себя Через Своих Предков Потому что Кроме Песен и Плясок У нас Ой-ой Как много Традиций Которые Помогут Нам Вернуться К себе К себе Любимым Славянам Великим Ну и не забывайте О том Что мы Все-таки Ушли И технологически И философски Немножко Вперед Или в сторону Но это тоже Можно Использовать И нужно Обязательно Нужно Потому что Будущее Отличается От прошлого Не зная Прошлого Его не сделаешь Но И слепо Копировать Тоже Не дело Поэтому Наша Судьба В наших Руках Живите Счастливо Благодарю Тебя Будемир От себя Мне хочется Добавить Чтобы Судьба Славян России Стала Лучше Начинайте С самого Себя Своей Собственной Семьи И тогда У нас Все Получится С вами Был Будемир Ратич Елена Андреева И программа Пространство Женщины Мира и добра Вам и Вашим Семьям До встречи Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин